Как много в мире профессий, где люди выполняют самую разную работу. Но с уверенностью можно сказать, что и пожарный, и пиар-менеджер стопудово слушают музыку. Но какую? О музыкальных вкусах на самых разных рабочих местах вы узнаете в проекте «Планерка». Под крышей этого учреждения регулярно объединяются артисты, музыканты, танцоры и подлинное эстетическое удовольствие. Это театр, который является по праву большим. И в этот раз мы выясним, не только ли классику слушают работники в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь. Здравствуйте, меня зовут Павел. Рядом со мной мои коллеги, те люди, которые делают праздник для всех зрителей, посещающих этот театр. В театре я играю на валторне. Валторна – это такой инструмент, который пришел к нам из древних времен и, можно сказать, издалека, потому что в Беларуси валторна появилась не так давно. Играю в оркестре, чему сам несказанно рад. И радуются люди, которые приходят в зал. Кричат мне, машут рукой. Мне дарят цветы раз в неделю. У нас такой договор с женой. Я ей дарю раз в неделю, и она мне дарит раз в неделю. Чтобы, так сказать, повышали друг другу настроение, и рождение третьего ребенка не повредило нашим взаимоотношениям. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком. Чему несказанно рад. Вы можете это заметить на моем отдохнувшем и свежем лице. Я понял теперь, что сон – это не самое главное для человека в жизни. Я недавно переслушал прекрасный коллектив, сайт-проект группы 2517, ранее известный как группа Ezekiel 2517. Это называется проект «Лед 9». Могу сказать, что это одна из лучших музык за последнее время, которую я слушал. Группа «Португаль» неплохая, наверное, но я не смог ее долго слушать. Слушаем «Маран Файв» композиции «Вейт». Я, к сожалению, должен уехать. Прошу вас у всех прощения. Вот, плохие новости у меня. Ну ничего, плохие новости встречаем с улыбкой на устах. Всем привет. Меня зовут Иван Савенков. Я солист балета Большого театра. Соответственно, играю на собственном теле. Тело иногда ломается. В данный момент я тоже немножко формировал. Этот сезон у нас вообще как бы очень активно начался. Мы отработали уже три премьеры. Это «Князь Игорь», «Половецкие пляски», «Анна Каренина». И «Из последних створения мира». Естественно, нагрузка очень большая. На организм это все накопительное действие. И иногда это приводит к травмам. Необходим отдых, восстановление. Ну вот, что сейчас происходит. Могу рассказать о том, как весь французский Леон, скажем так, сколько там, не знаю, тысяч зрителей у нас было, увидел в обнаженном виде мою пятую точку. Когда у меня на сцене во время такого любовного, страстного дуэта с партнершей у меня просто разошли штаны, скажем так, от шва до шва. Да, пришлось как-то выкручиваться, манкировать, менять положение, чтобы не так сильно блистать. Знаете, как бы я не могу назвать себя прям таким вот гурманом каким-то, чтобы я слушал там какой-то андеграунд там или, не знаю. Все зависит от цели, от состояния. То есть смотря для чего, если идешь в спортзал, это что-то такое мотивационное, скажем так, не знаю, тот же Рамштайн, там, Брутто. Вот, если я выхожу на пробежку там ночью, летом по ночному городу, там это может быть Армен Ван Бьюран, там транс какой-нибудь такой, чтобы просто улететь, бежать, ни о чем не думать. Вот, если там где-то по лесу гуляешь, не знаю, даже органная музыка какая-то может подойти. То есть зависит от настроения, от случая. Ну, абсолютно. Вот так вот. Значит, послушаем Морон Файв «Шугар». Торжественно передаю им. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Лена. Я работаю в международном отделе Большого театра Беларуси. Занимаемся мы международной гастрольной деятельностью наших артистов. Отправляем их на гастроли. Какие у вас самые откровенные костюмами? Которых нет. Иван. Ну, как он? Вообще безусловно. Время мира. Вот смотрите, что может быть более откровенным. Далеко. Костюмы есть? Нет. Вторая кожа, да? Как же правильно называется? Вторая кожа? Да, как Маяковский говорил. Бронза, мускул и свежесть кожи. Лучше нет на свете одежи. Не так, ну как-то так. То, что, кстати, по радио играет. Потому что в основном езжу на такси, на машине. И поэтому все, что по радио играет, все слушаю. Будем слушать «Монатика». Песня «Каждый раз». Итак, моя очередь пришла. Всем здравствуйте. Меня зовут Анастасия Малашкевич. Я являюсь солисткой оперы Большого театра Беларуси. На самом деле, постановка голоса и постановка дыхания – это отдельный этап в жизни вокалиста. Любого, не только классического. Но я абсолютно убеждена в том, что если ты хорошо поешь классику, ты поешь все. У каждого вокалиста есть свой набор упражнений вокальных, которые ему оптимально подходят. У каждого они свои. Примерно так. Кусочек. На самом деле, сложная судьба профессионального вокалиста в том, что нужно максимально не допускать болезненного состояния, потому что это твой аппарат, твой рабочий инструмент. И ты должен максимально всегда, максимально всегда, ну просто всегда в тонусе находиться и не болеть. Бывают, конечно, сложные ситуации, но у нас есть врачи-фониатры, которые нас спасают. Есть финальный хор, когда все уже поют «Венчиро, Венчиро». И, значит, два парня, они достаточно молоды. Они сидели, считали свои такты. Им надо было ударить тарелки перед тем, как вступит хор на и солисты, и хор. Это финальный аккорд, это завершение оперы. И они еще друг на друга переглядывались, вот так вот переглядывались. Потом они в какой-то момент друг на друга серьезно посмотрели, вот так вот кивнули, вдвоем становятся. На один такт раньше, чем надо, в тарелке. И половина хора и оркестр пошли на «Венчиро, Венчиро». Пошли на вот это вот все, и половина такая. Ну, естественно, люди подхватывают сразу. Но этот момент был очень... Никто в зале, естественно, не понял. Все работают профессионалы. Но это был на самом деле такой живой анекдот. Это было мило достаточно, но это прикольно. Я? Да. Разную абсолютно. Я работаю в разных жанрах, поэтому слушаю разную музыку. Как-то я вышла с постановки «Сельской чести» в 9 часов вечера. Это было весной прошлой. И забыла динамик в машине сделать потише. И завела мотор, а там играл корн очень громко. Но это бодрит, это бодрит. Было весело. Давайте мы послушаем ритуору, песню «Let you love me». Особенно в живую версию с «Викторией Секрет» шоу последнего. Потому что больше уже не будет шоу «Викторией Секрет». Торжественно, Дмитрий, я передаю вам этот планшет. Я торжественно его принимаю. Прошу вас, обещайте. Всем привет. Меня зовут Дмитрий Горбачук. Я директор нашего замечательного Большого симфонического оркестра. И солист оркестра. Играю на музыкальном инструменте труба. Недавно мы с нашим оркестром вернулись из большого тура с гастролей. Были в 15 странах. Начали с Польши, закончили Лиссабоном. Возили мы замечательное шоу голливудского композитора Ханс Циммера. И с нами еще с нашим оркестром работал голливудский дирижер Гевин Гринавей. И порядка 10 музыкантов интернациональных разных. Из Венесуэлы, из Бразилии, отовсюду тоже известных. В Лондоне, когда у нас был концерт, приехал на концерт и поучаствовал в нем сам композитор Ханс Циммер. Приезжал тоже в свита голливудская. В том числе был и Том Круз. Ну, то есть, это такое последнее, такое запоминающееся. Это не касательно нашего театра. А в театре, если брать из постановок, балетные постановки мне нравятся очень сильно «Спартак». Во-первых, я его люблю очень сильно играть. Это очень мощный такой. Для трубача это самый, наверное, такой серьезный спектакль. В репертуаре театров. Ну, а из оперных спектаклей мне очень нравится музыка Пучини. Вот сегодня у нас будет прекрасная опера Тоска. Я очень сильно люблю эту музыку. Не помню, какой это был спектакль. И один из дирижеров, он все просил исполнителя на тарелках. Ну, чтобы вот когда идет кульминация, и он просто чуть ли там не вставал. Вставал и этими тарелками размахивал. То есть, показательные такие выступления. Ну, а ударники взяли, что прикольнулись. Они нашли где-то маленькие такие тарелочки. Вот. И когда подходит уже место кульминации, дирижер показывает. А он им... Вот ты прямо там из штанов выскакиваешь, ну, просто, чтобы было видно, как ты это делаешь красиво. И стоит такой артист. Берет эти маленькие тарелочки металлические. Дирижер об этом не знает. Он ему показывает. А тут звучит удар. То есть, кто-то спрятался настоящими большими тарелками. И стоит артист. И такими маленькими, типа, по приколу тарелочками. Типа, ну, сейчас вот будет. То есть, он так... А звучит сзади где-то настоящий такой... То есть, да, ты дышишь. Я слушаю музыку, Битлз слушаю, Квинн слушаю. В этом списке я ничего не нахожу то, что мне бы нравилось и что я слушаю. В случайном порядке мы послушаем, наверное, замечательную певицу Катю Кокорину. Ваше небо.